Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вельдер, помоги мне выбраться отсюда Они движутся слишком Вельдер? Скорее, они подошли слишком Положись на меня, Блиб Проклятие! Надоело быть прототипом! Остались только я и ты, Болт Болт? Болт? Болт! Никчебные макаки! Выходите все! Это было настолько отвратительно, что будь у меня волосы, они бы выпали от разочарования вас Как вы собираетесь побеждать в воздушном бою, если не можете? А где Болт? Болт? Болт! Субтитры сделал DimaTorzok Bleep Gridiron Bolt Tiger Jackson Sadie Доктор Блад Дегор Bolt и Bleep Сокровища шлепреконов Не понимаю, в чём проблема. Я уже три года управляю самолётом. Неужели? Правда? Да. Я был в составе испанской лётной эскадрильи. Железные ангелы. А я почему не знал? Потому что её никогда не было. Скажите, ещё я никогда не играл Моисея в Хануки на льду. Ну, хорошо. Никчебные железяки, оставайтесь такими бесполезными нятанками. И одевайтесь во что хотите, да, тренер? Но нам всё равно нужно принять участие в лётной битве. Сделайте шаг вперёд. Сэдди, Зак, Рэч, Эльдер, Блип. Я, я, я. И Bolt. Да, да. Я пилот. Можешь отполировать шины своим лбом. Но почему? Потому что ты лжец и ни на что большее не пригоден. Но это же моё. Так нечестно, Блип. Почему, говорит, Айрон, не сделает меня пилотом? Хочешь стать пилотом, начни относиться ко всему серьёзно. Ты не должен сочинять историю о своих подвигах. А потом... Болт. Подожди, я почти дошёл до пятого уровня в Фэйс Фрэнзи 6. Ты должен быть последователен. Есть мечта, нужно... Болт. Вот это шедевр. Ты должен сфокусировать внимание. Болт. Блип, а давай поставим любительский вариант пиратов Энзатиума. В старом ангаре можно устроить театр. Сегодня с меня уже хватит. Истребители уже прибыли. Не знаю, какие именно достались нам. Надеюсь, на Земле сделали правильный выбор. Итак, у нас могли быть... Бласт Фалькон 400 Джей, серебристая Харнет, Икс 2 и стреляй, взрывай, 5 тысяч. А какую достался? Железяка А? Что? Это 12-й класс в 11-й классовой системе. Не волнуйтесь, мы справимся. Мы же громоболты. Можем управлять чем угодно. Ничего не уходит! КОНЕЦ Что ж, починить их, конечно, можно. Только они всё равно не годятся для нашего боя. А в чём проблема? Они достаточно мощные, не могут быстро двигаться, не могут быстро стрелять, они медленнее... Меня. Тогда откуда надежда на победу с таким барахлом? Нужно только найти Потов Голдиум. Потов... чего? Началось. Потов Голдиум – элемент, созданный легендарными шлеприконами. Он хранится в чёрной коробке в их тайной пещере. Да нет же, это правда. Все знают легенду о шлеприконах. Давным-давно доктор Томми создал существ-шлеприконов, которые следили за чистотой и порядком. Люди в большинстве своём неряшливы. И когда никто не видел, они подбирали мусор и скрывались в сети замысловатых тайных ходов. Из собранного мусора и делали Потов Голдиум – самый богатый источник энергии, известный человеку. Его поместили в легендарный чёрный ящик и использовали для электрификации всего города. А почему в чёрный ящик? Потому что он легендарный. А ещё они любили ирландские танцы и получали красную краску из оливок. Только это не было научно доказано. Итак, нам нужно только заполучить немного Потов Голдиума и заправить им наши самолёты. То, со мной, полагаю, что никто? Голд, если хочешь чего-то добиться, хватит сочинять небылицы. Нет, Блип, это не то же самое, как если бы я сказал, что в нашей ванной мылся снежный человек. Шлепреконы существуют, и я их найду. Сэйди, ты-то мне веришь? Дай подумать. Нет. Я пришла только передать распоряжение Грит Айрона. Он говорит, что тебе повезло, что он не отправил тебя к преобразователю. Только не к преобразователю. Да, я очень плохой. Глупо всё это. Знаете что, спорим, что шлепреконы существуют. А если мы достанем Потов Голдиум, ты, Сэйди, поговоришь с тренером, чтобы мне позволили летать. А если они не существуют? Тогда я буду выглядеть ещё глупее, чем сейчас. В этом есть доля разума. Как же нам привести в порядок эту груду металла? Не волнуйтесь, я уже вызвал у моего брата, Ман И. Он отлично разбирается в машинах. В машинах? Да, можно будет дополнить их обвесами и спойлерами, и в вид будет отпад. Эта штука уже работает. Смеёшься, но я не просто так нацепил на голову это ведро. Ты лунатик? Нет. Согласно легенде, есть только один способ отыскать волшебную пещеру шлепреконов. Нужно потеряться, и тогда она сама тебя найдёт. Это самое забавное из твоих фантазий. А я уже приготовил вам ведра. Ошибся, Блиб. Вот самый весёлый из его шуток. По крайней мере, в своей ты выглядишь симпатично. Все готовы? Вперёд! Следуйте за мной! Ну или за кем-нибудь ещё! Это унизительно! Я ничего не вижу! Убери руки! Это моё лицо! Я знаю, что было в этих ведрах! Руки! Лицо! Берегись! Никто не потерялся! Держитесь крепче! Что это за шум? Господи! Шлепреконы! Настоящие! Выбрасываем мусор, тебе поднять который сложно! Стойте! Мы не мусор! Смотри-ка, ещё и говорящий, не к добру это! Опустите нас! Только пообещайте никому не рассказывать! Наша задача только мусор собирать! У нас есть своя гордость! Мы очень гордые! Обещаем! Ну что ж! Блип, смотри! Страна шлепреконов существует! А это значит, что Потт оф Голдин тоже может быть настоящим! Надо непременно разыскать немного! И делают его действительно из мусора, как рассказывал Болт! Кстати, а где Болт? Остановитесь! Ребята, не делайте этого! Говорил же, это не настоящий мусор! Почему тогда на нём было это ведро? Отпустите его! Ну и ну, к нам явились существа из верхнего мира! Мы пришли за Потт оф Голдюмом! Знаю, а ещё вы хотите встретиться с нашим королём! Мы уже к этому привыкли! Как продвигается починка? До битвы осталось меньше суток! Всё отлично, братан! Вот, послушай сам! Вот это звучок, чувак! Значит, вы хотите видеть короля Шпинклевинкса? Шпинклевинкса? Молчите! Я знаю! Зачем вы здесь? Правда? Вы ищете богатство шлепреконов! Где мой запас волшебного воска! Вообще-то нас больше интересует чёрный ящик с Потт оф Голдюмом! Мы боевые роботы, и нам нужно топливо для самолётов! Хотя волшебный воск тоже неплохо звучит! Значит, вы не танцуете течётку и не давите оливки? Голд! Потт оф Голдюм у нас есть, а вот чёрного ящика... То есть он не существует? Мой сын, принц Купвудл, отправился на поиски чёрной коробки... И так не вернулся! Говорят, та коробочка спрятана в Преобразователе! В Преобразователе? Это правда! Я очень плохой! А что? Если вы спасёте моего наследника, мы могли бы поделиться с вами Потт оф Голдюмом! Но Преобразователь разрезает роботов и превращает их в тостеры и телевизоры! Ещё никто не вернулся из его недр в первоначальном виде! Что ж, тогда довольствуйтесь воском! Нет, нет, мы готовы! Я зашёл слишком далеко, чтобы сдаться сейчас! Если бы мне приделали ноги, я бы прыгал и скакал от радости! Ребята, мои ноги... То есть, они собираются хранить меня по частям? Они хотят быть уверенными, что ты выполнишь свои обещания и вернёшься сюда! Наверное, они тоже не принимают тебя серьёзно! Для кучки сказочных существ они достаточно здравомыслив! Не понимаю, если в чёрной коробке нет потов Голдюма, тогда для чего она? Не знаю, но если она кажется достаточно большой, мы сможем положить в неё мою голову! У тебя очень холодные руки! Ужасный Преобразователь! Кажется, он в спящем режиме! Рядом он кажется ещё больше! Как же попасть внутрь? Я нашла входное отверстие, но есть небольшая проблема! То есть, вы проберётесь в это малюсенькое отверстие, а я буду ждать снаружи? Как странно, внутри Преобразователей ещё больше, чем снаружи! Надеюсь, что Принц где-то здесь! Выглядит это местечко очень опасно! Неизвестно, что может случиться, если нажмёшь какую-нибудь кнопочку! Здравствуйте, господин Преобразователь! Это вы меня разбудили? Нет! А почему у меня такое ужасное несварение? Наверное, потому что у вас внутри голова нашего друга! Бежим! Бежим! А почему они всегда убегают? Ах да! Потому что я плохой! Дом, милый дом! Ух ты! Внутри Преобразователя живёт Шлеприкон! Не знаешь, где здесь куб вуду? Это я, Кенни! Шевели головой! Я почти на девятом уровне! А это и есть чёрная коробка? Да! Оказалось, что всего-навсего огромное хранилище серьёзных видеоигр! А Шлеприконы уверены, что ты пропал, разыскивая её! Они никогда не принимали меня всерьёз! Вот я и ушёл от них! Понимаешь, о чём я? Да, я бы хотел стать пилотом, но меня тоже никто серьёзно не воспринимал! Здесь не так плохо! Хочешь, оставайся хоть навсегда! Пожалуйста! Нет! Я явился сюда, чтобы вернуть тебя Шлеприконом, и непременно сделаю это! Ты всего лишь голова! Может и так! Только у меня есть мечта и тело! Где-то! Предлагаю уговор! Если обыграю тебя, вернёшься со мной к королю в пикельвинку! А если выиграю я, останешься здесь и будешь моим личным рабом! Опасно! Но я согласен! Я ему позвоню! Болт! Ты что так долго? Что? Говорил, что почти что обыграл этого лентяя! Не мешайте мне! Кого это ты назвал лентяем? Ты всегда хотел только летать? Что ж, я вообще ничего не хотел в своей жизни! И теперь она кажется какой-то пустой! Съел! Что? Ты надул меня! В окна в депрессию! Я не иду! И коробка эта моя! Неужели? Не терпится увидеть это чудо! Смотри, чувак! А где же двигатели? Двигатели? Мне ничего не говорили про двигатели! Но разве не круто смотрятся эти обвесы? А, сэр? Манни! Тебе лучше уйти, пока он не взорвался! И мы возвращаем вам вашего сыночка, король Шпинкельвингс! Меня увезли обманом! Помолчи! Никчемный лентяй! А в благодарность мы дарим вам фото в Голкиум! И коробочку заберите! Мы все равно не знаем, что с ней делать! А теперь, может, и меня, наконец, соберете? Как раз собирались! Сынок! Хотя мы шлибриконы больше привыкли разбирать, а не собирать! Олухи! До битвы всего три часа, а нам летать не над чем! Предложение есть? Можно просто сдаться! Меня никогда это не подводило! Тренер! Мы принесли пота в Голкиум! И невероятную черную коробку! Только в ней хранятся видеоигры! О, небеса! Вы спасли нас! И все благодаря болту! Не верю! Ну, это правда! Сойди! А еще мы обещали, что вы дадите ему вторую попытку стать пилотом, если он пройдет это испытание! Это противоречит моим правилам! Но если он в состоянии летать... Я выделю ему машину! Да, технически он в состоянии! Технически? Пустите меня! Тренер! Дайте этой обезьяне машину и готовьтесь взлетать! Нам еще предстоит победить в бою! Я лечу! Лечу! Болт! Арена в другой стороне! Я знаю! Теперь, когда все позади, может, посмотрим, что особенно было в этой черной коробочке? Она исчезла! Это же моя музыка, потому что я плохой! Режиссеры Питер Лепинеотис и Тим Дикон Автор сценария Эрик Трухарт Композитор Филипп Джей Беннет Исполнительные продюсеры Хонг Ким и Дэниэл Ву Исполнительные продюсеры Хонг Композитор Филиппи Дэнээл Ву Композитор филы Хонг Композитор Филипп